В Алматы, Астане и Шамкенте на час раньше к своим обязанностям приступили более 38 тысяч наблюдателей. В том числе 650 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Диана Бедайбаева самый молодой наблюдатель по Караганде. Ей 24 года. В остальное время трудится делопроизводителем во Дворце Спорта. Это мои первые выборы. Пошла в наблюдателей, потому что мне интересно узнать, как это все происходит изнутри. Хочу поучаствовать в развитии страны. Пока здесь все хорошо, но как наблюдателю мне бы хотелось выявить какое-нибудь нарушение. Это запомнится на всю жизнь. Всего в Казахстане аккредитовались на эти президентские выборы более 38 тысяч наблюдателей, в том числе от партий, НПО, от ОБСЕ, от других государств. Они находятся даже на отдаленных сельских избирательных участках. В момент открытия участков следили за вскрытием пакетов с бюллетенями, опломбированием урн, осматривали кабинки на предмет отсутствия агитации. Избирателям не запрещено приходить на выборы хоть в пижаме, хоть в масках. Единственное требование – члены избирательных комиссий должны сверить лицо гражданина с фото в удостоверении. Поэтому, если у человека расписной грим, его попросят умыться. Для незрячих избирателей тоже придуман способ голосования. Свой бюллетень они кладут в этот конверт с текстом по системе Брайля. А на этом компьютере могут прослужить информацию о каждом кандидате. Затем они проходят в кабинку и ставят галочку «В одном из окошек конверта». При этом и членам комиссии, и наблюдателям запрещено им помогать. Пока на этот момент никаких нарушений на выборах президента наблюдатели не выявили. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.